Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы приближаемся к завершению чтения книги «Премудрости Соломоновых», глава 18, предпоследняя. В предыдущей главе пророк открывал состояние безбожников или идлопоклонников, среди тьмы египетской. Мы увидели в описании этих ужасов, которые были присущи этому страшному для египтян времени и реалии сегодняшнего дня, когда, отворачиваясь, отвращаясь от Бога, человек оставляет себя в жертву призраком, страхом и ужасом к ненависти, оставляет себя в ненависти к окружающему миру в непрестанном трепете и в результате в отвержении своей собственной жизни. А теперь видим иные образы, образы света, которые являются следующим за Господом. «А для святых твоих был величайший свет, вопреки и в противоположность той тьмы, которая поражала египтян. И те, слыша голос их, а образы не видя, называли их блаженными, потому что они не страдали». Таинственная картина евреев в Египте, неподверженных действию тьмы, и оценка их как блаженных теми, кто в этой тьме находился. Это действительно подтверждает предположение о том, что описание и действия этой тьмы имеют духовное происхождение, а не только для видимых очей, для смотрящих очей человеческих. «А за то, что, быв прежде обижаемы ими, не мстили им, благодарили и просили прощения в том, что заставляли переносить их, вместо того ты дал им указателям на незнакомом пути огнесветлый столб, а для благополучного странствования безвредное солнце». Вот образ попечения о народе своем, Бога Живаго. Он их без злобия вменяет в праведность и делает причиной своего попечения промыслительного. Так что ангельская сила, являемая в ночи с толпом огненным, а в дни с толпом облачным, ведет их по пустыне в землю обетованную, так и в жизни всякого человека, верящему и меняющему свою обязанность следовать путем Господним. Господь являет разумную указывающую силу, ведущую по непроходимым пустыням и темным местам. Солнце, которое в этой пустыне, через которую принадлежало следовать народу Божью, нестерпимо полит, он сделал безвредным. Это таинственное чудо, которое позволило выжить народу Израилеву в течение сорока лет Вадимому Моисеем след за этими ангельскими явлениями с толпов к обетованной земле. «Ибо те достойны были лишения света и заключения во тьме, потому что держали в заключении сынов твоих, через которых имел быть дан миру нетленный свет закона». Не раз в Священном Писании Ветхого Завета говорится о свете истины, который предвосхищает ветхозаветная благодать, а уже свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир и в лице Господа Иисуса Христа, воссиявший для человечества, конечно, вполне открывается нам в Новом Завете. Отмщение в виде лишения света является на тех, кто лишал свободы сынов света. народ, призванный свидетельствовать свою веру в единого истинного Бога. Ветхий Завет является детоводителем ко Христу, педагогом, то есть тем служителем, который приводил детей к дедаскалу, к наставнику, к самому учителю. И свет Ветхого Завета есть образ рассвета перед восхождением подлинного солнца правды, который есть Христос. Поэтому и те притеснения, которые творились народу Божью, предобразуют, прообразуют. И то противление человечества поврежденного и помраченного свету правды, явившемуся во Христе Спасителе. «Когда определили они избить детей святых, хотя одного сына, покинутого, и спасли, в наказание за то ты отнял множество их детей и самих всех погубил в сильной воде». Немало образов в этой одной фразе заключается. Здесь переходит пророк к описанию следующего за тьмой наказания после тьмы египетской. Последнее наказание, которое уже потрясло окончательно сопротивление фараона, это умерщвление младенцев, первенцев египетских, которое тоже свершилось в ночи. За то, что некогда египетский фараон потребовал убивать детей мужеского пола, израильтян, которые рождались в его царстве, то и их первенцам и младенцам египетским было определено Богом быть умерщвленным, ангелом-губителем. Упоминает пророк о одном спасшемся, указывая на Моисея, не для того, чтобы представить беспощадность египтян не совершенной, а для того, чтобы явить могущество Божие, которое даже посреди совершенной ненависти и насилия созданного и устроенного людьми, тем не менее, являет свое попечение и превосходит все эти козни вражии тогда, когда определяет Бог вывести живым и впоследствии послужить прообразом самого Христа Спасителя, выводя евреев из земли рабства в землю обетованную. Речь идет о Моисее, который был сохранен и подобран, взят от воды дочерью фараона и воспитан в царском доме, вскормленной собственной матерью, взятой как кормилицу, взятой как кормилицей, взятой в качестве кормилицы. И таким образом Господь являет свою непобедимость всеми кознями его врагов. «Та ночь была предвозвещена отцам нашим, дабы они, твердо зная обетование, каким веровали, были благодушны». Эта страшная ночь убиения египетских первенцев была предвосхищена откровением Божиим для израильтян, чтобы они, видя окружающее ужасное отмщение на египтянах, не ужасались, но благодарили Бога и принимали эти промыслительные события как исполнение божественного обетования об их освобождении. «И народ твой ожидал как спасения праведных, так и погибели врагов, ибо чем ты наказывал врагов, тем самым возвеличил нас, которых ты призвал». Так и поныне являет Господь свое могущество, укрепляя и являя как светильники подлинно служащих себе и являя гнев свой на отвергающихся его законы и враждующих против народа Божьего. Это два пути прославления Господа, как и сказано в ином месте Писания, прославлюсь в фараоне, в тех попущенных Богом бедах, которые его постигают за жестокосердие. Святые дети добрых тайно совершали жертвоприношения и единомысленно постановили божественным законом, чтобы святые равно участвовали в одних и тех же благах и опасностях, когда отцы уже воспевали хвалы. Дети народа еврейского противопоставляются убиенным детям Египта. Детьми часто именуются в Писании и помыслы человеческие, которые рождаются из сердца. От избытка сердца глаголят уста и слова человеческие. Они, служащие к прославлению Господа, свидетельствуют о добром корне их произведшем. Сердце разумном. И в наказании за безрассудные слова и действия, которые являются детьми злого расположения сердца, также обличается вот это гнилое расположение человека. В словах пророка святые дети, дети народа еврейского отличаются и по участи своей, и по содержанию дел своих, ибо представляются приносящими жертвоприношения. И это тайное жертвоприношение есть, прежде всего, молитвенное упование, есть обращение к Богу. По слову псалмопевца, жертва хвалы прославит меня, и таму путь им же явлю ему спасение мое. С противной же стороны отдавался нестройный крик врагов и разносился жалобный вопль над оплакиваемыми детьми. Одинаковым судом был наказан раб с господином, и простолюдин терпел одно и то же с царем. Как для праведности есть общие признаки в всяком человеке, велик он по земным измерениям или мал, так и неправедность, что в царях, что в простолюдинах бывает причиной скорби и возмездия. Все вообще имели бесчисленных мертвецов, умерших одинаковой смертью, и живых недоставало для погребения, так как в одно мгновение погублено было все драгоценнейшее их поколение. Страшно представить такую потерю. И сейчас при всякой катастрофе особой болью отзывается сообщение о количестве детей, оказавшихся в этом бедственном положении или лишенных жизни при военных действиях, при катастрофах, которые являются на земле, увеличение числа которых предвозвещено самим откровением. То, что постигло тогда Египет, было ужасней всего упоминаемого. Целое поколение первенцев было уничтожено, потому, насколько велико и сладостно было пение, приносимое отроками еврейскими, настолько ужасен был плач и сокрушение о внезапно погибших по попущению Божию, по действию ангела-губителя, то потеря, то разорение, то умерщвление, которое вошло во все дома Египта. И не верившие ничему ради чародейства при погублении первенцев признали, что этот народ есть Сын Божий. Может быть, кто-то ужаснется непощаждению божественному этого народа, который безумствовал вслед за своим правителем, отказываясь пощадить и отпустить народ еврейский, которому надлежало установить еще будущее государство, до существовавшее, до времен рождения Христа Спасителя. Но это величие Божие, проявившееся вместе врагам, неизбежное доказательство того, сколь пагубно для человека, призванного из небытия в бытие Господней волей, отрицание Господа, нежелание следовать за Ним, воистину лучше не жить, чем жить вопреки воле Божьей. Ибо когда все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на средину погибельной земли, могущее слово твое, как грозный воин. Повеление Господне изображается в словах богдухновенного наставника грозным воинам, который ратует против врагов Божьих. «Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и, став, наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле». Тогда вдруг сильно встревожили их мечты сновидений и наступили неожиданные ужасы. И, будучи поражаем, один там, другой тут, полумертвый объявлял причину, по которой он умирал. Не сказано, что все первенцы были младенцами, но перед смертью каждый из них свидетельствовал, по какой причине покидает этот временный мир. И причиной этой было отчуждение от Бога и гонение на народ Божий со стороны фараона и египтен. Это была сильная, самая звучная проповедь для того, чтобы признать народ сей как сына Божьего, а не рабов людей, которыми пытались их оставить египтене. Ибо встревожившие их сновидения предварительно показали им это, чтобы они не погибли, не зная того, за что терпят зло. Это милость Божья, которая является тем, кто злобствует, однако в своем невежестве они не заканчивают путь свой жизненный, но является еще прежде их смерти та подлинная реальность духовная, которая заставляет их изъяснить для остающихся в живых причину их наказания, их смерти. Может ли иметь это запоздалое раскаяние какую-то пользу для умирающих, для их вечной жизни, Бог знает. Но это громогласная проповедь, которая раздается от самих умирающих врагов для того, чтобы убедить остающихся в живых в истинности Слова Божьего. Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот гнев. Всякий может сказать, и среди тех, кто Богом призван наследовать землю обетованную или царствие свое, немало и тех, кто, претерпевая множество скорбей, и умирает безвременно. Это же случалось и с иудеями, следующими по пустыне, и различными смертями и скорбями сопровождалось и их странствие, но разные вещи, отмщение и вразумление, которое имело лишь временный характер и целью которого являлось утверждение в благом следовании святых, которых Господь избрал и призвал, и которые следовали его путем. Ибо непорочный муж поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву, и умилостивление кадильное, он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Речь идет о молитве Аарона. Его одатайство и предстояние пред Господом оказалось тем оружием, которое принял Бог, которое противостояло скорбям народа еврейского, которое отменило те вразумления скорбные, в которых нуждался народ малодушный, народ не всегда верный Господу, но ходатайство, поставленное Богом священника, и молитва его являла милость Господню на них. Непорочным называется Аарон по причине того священного служения, которому оказался призван. Он победил истребителя не силою телесную и не действием оружия, но словом покорил наказывающего, воспомянув клятвы и заветы отцов. Не хочешь быть наказуем от Господа по любви Его, но опасаясь понести, а точнее не понести эти жесткие вразумления, молись вместе с псалмопевцем, накажи меня, обачи Господи, милостями Твоими щедротами, а не скорбями и потерями. Хочешь не претерпевать невыносимых для Тебя скорбей, обратись, как некогда обратился Аарон к Богу за народ еврейский, воспомянув клятвы и заветы отцов, то, чем заклинали нас, то, чем наставляли нас бывшие прежде нас праведники и те заповеди, которые установили для нас ради шествия за Господом, воспомяни и представь Богу как Его собственные знаки и обетование милости для тех, кто кается пред Ним и призывает помощь Его. Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, Он, став в середине, остановил гнев и пресек Ему путь к живым. На подире Его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда, и величие Твое на диадиме головы Его. Самые священческие одежды оказались убедительными. Это образ и последующей церкви, где установлены святыми отцами по велению Духа таинства церковные, где священные облачения и действия оказываются примирительными для Господа, оказываются привлекающими Его благодать и силу. На главном уборе первосвященника слова «святыня» и «еговы» значились, и это свидетельство служения, которое носил на себе первосвященник, оказывало на Бога то самое умилостивливающее действие, которое необходимо народу. «Этому уступил истребитель и этого убоялся, ибо довольно было одного этого испытания гневного. Надлежало лишь разумить иногда заблуждающийся народ, надлежало напомнить о всемогуществе Божьем, надлежало призвать всех к покаянию, и тогда, когда след за молитвой Моисея о помиловании народа и сам народ сокрушался сердечно, и в покаянии, и умилении обращался к Господу своему, то тотчас, исполнив это необходимое вразумляющее служение, гнев Божий сокращался и отступал от народа, оставляя его в благоденстве, благодарить своего Создателя и продолжать следовать путем Божьим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова